Мы, Белорусская компания, основана в прошлом году, в августе 2008-го. Занимаемся разработкой компьютерных игр, поддержкой этих игр. В начале мая мы стали резидентами Парка высоких технологий. Вступление в ПВТ – серьезный шаг в нашем развитии. Кроме этого, мы сразу же начали принимать участие в программе ПВТ без парк, Microsoft без парк. Ну и надеемся, что будем принимать участие еще в других мероприятиях совместно с ПВТ и не только. А новые сотрудники, которые придут сейчас в компанию, над чем конкретнее они будут трудиться? Ну, скажем, в компании можно выделить три основных направления. Первое – это непосредственно разработка компьютерных игр. В Минске сейчас собрана небольшая, но уже самодостаточная команда из 10 человек, которые трудятся над разработкой компьютерной игры. Второе направление – оно связано с разработкой социальной сети. Невал разрабатывает игровую социальную сеть нового поколения с классным юзер-интерфейсом, с клиентом, специальным, скажем, десктоп-клиентом для этой социальной сети, который можно будет установить и пользоваться новыми фишками, типа голосового чата, например, и так далее. Вот. И третье направление – это направление, связанное с оперированием игры. Вот. То есть ряд проектов, которые мы взяли в оперирование, из Минска будут поддерживаться, дорабатываться, развиваться, тестироваться. Все, что входит в понятие оператора. Скажите, я вот слышал, что этот офис, планируется расширение штата сотрудников, человек до 50-70. Да, это реальные цифры на этот год. То есть уже в этом году? Да, я думаю, что ближе к концу года мы дорастем человек до 50. В данный момент у нас работает порядка 30 сотрудников. И, в общем-то, если мы будем нормально идти по нашему плану намеченному, то на конец года у нас будет порядка 50 человек. А есть ли какая-то разница в условиях работы игровой компании по сравнению с Москвой, откуда Невалый отпочковался в Минск? Ну, разница, конечно, есть. Скажем, то, что нарабатывается годами, невозможно построить за 6 месяцев, которые мы здесь только существуем. То есть именно процессы в компании? Нет, имеется в виду, в первую очередь, инфраструктурные, конечно, моменты, потому что, ну, представьте, что нужно, скажем, с нуля, да, сразу дорасти за год, даже пускай до 50 человек. И полностью отстроить все необходимые инфраструктуры, включая компьютеры, рабочие места, сервера и так далее, и так далее. Вот, но, скажем, с этими сложностями мы успешно справляемся, вот, и растем достаточно уверенно. Разница может заключаться, пожалуй, в том, что, скажем, вот, корпоративная культура, которая есть в московском офисе, какие-то, не знаю, какие-то моменты, они потихонечку только перетекают в Минск, но со временем большого отличия в подходах в работе между Москвой и Минском у нас не будет. Вот, как я понимаю, Москва занимается какими-то своими проектами, а тут, как бы, такой аутсорс или какой-то модуль полноценный? Нет, здесь ни в коем случае не аутсорс. Белорусская компания изначально строилась как компания полного цикла. То есть, если мы будем говорить про разработку игр, то, в принципе, как бы разработка происходит так, значит, нам дают концепцию какую-то, да, то есть игры, которую мы будем реализовать здесь. Дальше происходит полная ее проработка здесь, в Минском офисе, разработка, тестирование, то есть сейтап она проходит здесь. Значит, насчет всех остальных подразделений, скажем, других направлений, там это, я бы не назвал это аутсорсом ни в коем разе, это скорее совместная работа над одним проектом, в частности, например, той же соцсети, да, когда, скажем, люди, которые определяют направление развития соцсети, в основном расположены в Москве, а, скажем так, руки, ну, адекватные, грамотные руки, они расположены здесь, но при этом мы принимаем активную часть, скажем, в обсуждении каких-то идей, да, которые туда будут закладываться. То же самое и в операторе, то есть здесь, в Минске, уже находятся люди, которые занимаются продюсингом игр, то есть таким образом полностью все, все телодвижения, все мероприятия по оперированию исходят из Минска. Вот вы активно расширяетесь, вам нужны сотрудники, какого рода специалистов вы уже готовы взять? Ну, в первую очередь, наверное, это все-таки подразделения оперирования игр, там самый активный рост идет и направление веб-разработки, то есть направление связано с соцсетью. То, что касается разработки игр, я уже сказал, команда сформирована, и, в принципе, ну, особой большой потребности специалистов там сейчас нету. Мы потихонечку накапливаем опыт, ребята учатся правильно разрабатывать игры. Как только этот процесс станет на полноценной рельсе, мы сможем выполнить проект более сложный, более ответственный, и, соответственно, тогда будет рост разработки уже подразделений компьютерных игр. Если говорить про подразделения оперирования, то туда мы в первую очередь, скажем, ищем людей, способных продюсировать проекты, то есть, скажем, вести проект от начала, от момента договоренности с разработчиком до вывода его на российский или на европейский рынок. Вот, веб-разработку, в принципе, команда программистов с большего найдена. Дальше, то есть это, скажем, ледовые позиции мы закрыли. Дальше будем потихонечку отбирать для этих ледов людей, которые будут помогать им разрабатывать продукты. Спасибо. И вот последнее, можете рассказать, что это и во что вы тут играете? Этот проект на столе, это Twilight Imperium, это настольная игра. Ну и параллельно по пятницам мы приобрели настолку World of Warcraft, собираемся ее раскладывать в ближайшее время. Ну, то есть, скажем так, классический вариант вечера в пятницу, это какая-то настольная игра, хорошая компания.